Всем привет! Меня зовут Марина. Я работаю ведущим инженером в химическом цехе «Бийской ТЭЦ». В апреле на Алтае начинается паводок. Из-за этого реки становятся грязнее. В том числе река Бия, которая является водным ресурсом для нашей станции. Паводок, она также становится мутной. В это время главная задача для меня и моих коллег по цеху нейтрализовать последствия паводка и обеспечить город чистой горячей водой. Прежде чем попасть в систему горячего водоснабжения «Бийска», вода проходит в несколько стадий обработки. Из нее методом фильтрации удаляются все примеси и взвеси. В конце весны их становится в 20 раз больше. Сейчас мы усиливаем меры для очистки сетевой воды. Вводим дополнительные единицы оборудования. Это установка ультрафиолетового обеззараживания воды, а также фильтры механические, ашкотианитовые, ашкотианитовые. Это наша лаборатория. Здесь мы проверяем воду на органолептические свойства. Мутность, свет, запах. Пробы наши специалисты берут на всех стадиях водоподготовки. Из реки после ультрафиолетового обеззараживания, в специальных установках и после подачи в сеть. Так как одна часть подготовленной воды идет на технологические нужды станции, а другая в тепловые сети. Когда начинается подъем воды в реке, пробы воды мы берем каждый час. Даже в период паводка горячая вода производства вискотет соответствует качеству питьевой воды. Очищает воду на ТЭЦ химическими реагентами, которые подготавливают аппаратчики. Ой, Юль, привет! Привет, Марина! Да, мы это делаем. Меня зовут Юлия Алапека. Я аппаратчик по приготовлению химических реагентов Кемеровской ГРЭС. Сейчас я вам покажу склад, на котором я работаю. Здесь мы храним химические вещества для очистки и подготовки воды, для работы котлов и тепловых сетей. Смотрите, наш склад – это большой ангар. Сюда свободно въезжает и вагон, и цистерна. В этих больших мешках у нас соль. Это обыкновенная поваренная соль. Обычно ее используют для приготовления блюд, а мы используем для уменьшения жесткости воды для тепловых сетей. В каждом мешке одна тонна соли. Обычно на складе хранится около 300 тонн. А еще у нас есть серно-кисло-алюминий. Его мы используем для очистки речной воды, особенно в паводах, когда вода сильно грязная. Все эти реагенты мы высыпаем на решетку. Вот, видите, они лежат. Теперь мы одеваем резиновые сапоги и перчатки, размываем проточной водой реагенты, и уже готовые растворы насосами закачиваем на химводоочистки. А в этих желтых баках мы храним серную кислоту. И вы, наверное, думаете, что у меня с голосом. Все дело в том, что работать здесь можно только в специальной маске и в костюме. Серная кислота, конечно, очень опасна, но она необходима для того, чтобы обессолить воду для котлов. В общем, благодаря нам и оборудование работает отлично, и вода у горожан чистая, даже в паводок. Да, Владимир? Так точно, товарищ аппаратчик. Здравствуйте, всем привет, меня зовут Владимир. Я заместитель начальника производственного технического отдела Красноярска ТЭС-2. У нас во время паводков происходит учащенный контроль качества воды. По некоторым показателям он составляет до нескольких раз в сутки. В том году от жителей города к нам поступали жалобы на мутную воду. Чтобы больше такого не было, мы спроектируем и смонтируем новый трубопровод воды, по которому будет проходить вода не из реки Несей, а из городского водозабора. Городской водозабор находится на острове отдыха, где вода с глубины 20-25 метров поднимается, очищается и подается питьевая вода в город. Передо мной лежит схема, на которой я покажу планируемый трубопровод. Начало его пройдет в камере переключений, где сейчас в данный момент уже от Краскома у нас проложен трубопровод диаметром 150 миллиметров на нужды Красноярской ТЭС-2. Новый трубопровод обозначен красным цветом, будет диаметром 500, будет проложен вдоль трубопроводов сетевой воды, подземная прокладка пройдет по эстакаде, попадет в турбинный цех, где вода будет поступать в насосы насосовой воды на подпитку теплой сети. Пойдемте на территорию ТЭС-2, где я вам по месту покажу планируемую прокладку трубопровода. По этим трубам горячая вода поступает в город. Примерно через год рядом будет проложен новый трубопровод диаметром 500 миллиметров. Здесь будет надземная прокладка, примерно вот в этом месте будет подземная. Дальше трубопровод по территории, по эстакаде будет в турбинный цех проложен. Новый трубопровод обеспечит подпитку теплосети в количестве 1000 тонн в час. На данный момент подпитка теплосети составляет 700 тонн в час. Данная схема планируется к реализации к началу апреля 2022 года, к началу паводкового периода. Чтобы трубы служили нам долго, их покрывают антикоррозийным покрытием. Занимаются этим специально обученные люди. Да, Вика? Я? А, да, занимаюсь. Привет, меня зовут Виктория Ковалева и уже 5 лет я работаю в водно-химической лаборатории в городе Новосибирске. Из-за географического положения города Новосибирска паводки не составляют огромной проблемы. Наша водно-химическая лаборатория занимается в основном контролем сетевой воды. Так же, как и питьевая вода, сетевая вода должна соответствовать определенным нормам. Сетевую воду мы анализируем по многим показателям. Это щелочность, жесткость, карбонатный индекс и, конечно же, кислород. Если водно-химический режим на ТЭЦ будет нарушен, то это приведет к быстрому износу труб в городе. Давайте я расскажу вам об одном из методов испытания. С помощью вот таких металлических пластин, индикаторов коррозии. Это пластина-индикатор коррозии. Их помещают на год внутрь труб. И по истечению времени пластинка извлекается из трубы для дальнейшего анализа. Вот такая пластина была изначально установлена в трубу. А вот такую пластину сняли через год. Пластины очищаются, обрабатываются специальным раствором, сушатся и взвешиваются. Благодаря этому методу мы можем узнать, как сетевая вода с растворенными вне веществами и газами влияет на степень коррозии труб. И как это важно, чтобы ТЭЦ соблюдала все нормы по подготовке сетевой воды. И это лишь малая часть нашей работы. А после работы, если остаются время и силы, я люблю прогуляться по городу. Тем более апрель выдался таким теплым и замечательным. Я и вам советую пешие прогулки. До встречи!